Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелёк. Подробная информация в описании. Короче, сижу и читаю комментарии Рипа. Ой, прошу прощения. Своей группы. Своего дома, так сказать. И вижу вот эти вот комментарии, типа, бля, заебал с тизерами. Привет, Челябинск. Шалом, шалом всем пацанам и не пацанам. Вот. Короче, и вижу, что, типа, комментарии такие, что, блядь, заебал. Заебал, это не тизеры, где там не тизеры. Вот. И, типа, давай уже альбом, ты всё заебал. Ты уже не интригуешь, ты уже убиваешь интерес. Короче. Короче. Объясняю ситуацию. Это ни в коем случае не оправдание. Я просто решил, так сказать, прямым текстом сказать, что, когда будет, когда не будет. Альбом был пересведён полностью. К альбому было добавлено ещё несколько треков. Почему я сделал ещё несколько треков? Потому что я захотел более полноценный альбом. То есть, не пять треков, как обычно, а на нём уже семь и напрашивается восьмой. Вот. То есть, это уже больше профессионализма в этом подходе к альбому. К созданию. И тому подобное. Вот. Чё дальше? Вот, кстати, Лёха пришёл. Так. Вот. То есть, по факту, по факту, я делаю это и для себя, и для вас. Тем не менее, от вас я слышу такие, типа, вы сказали, типа, блядь, заебал тизеры. Мы сняли клип на песню «Хочу к тебе», которая, по вашим же мнениям, по вашим же мнениям, комментариям, была песня, которая понравилась больше всего из тех последних, которые выходили. Была принята аудитория сразу. То есть, я увидел, что эта песня нравится. Почему бы не сделать так, чтобы посмотреть ещё какой-то абстрагированный видеоклип на эту песню. Мы собрались с ребятами, взяли и сняли клип. Выпускаем тизер. И мне говорят «Нахуй твои тизеры!» Но это, короче, вообще не очень. И, типа, это... От этого не становится грустно, просто не понимаешь. Ну, блядь, так тогда не будет круто, если, допустим, мама с папой не под ёлку вам в детстве подарок клали, а просто в ебалову бросали и говорили, типа, держи нахуй свою карусель, крути. Типа, ну, это не прикольно. Вся фишка как раз-таки в том, что ты ждёшь целый год, чтобы просто увидеть... Вот так вот. Сейчас почитаем комментарии. Ну, что, ты не знаешь, на самом деле ты ждёшь? Да. На месте? Да. Блядь, а из-за тебя у меня завис этот... Да, скажи дату, когда альбом. По поводу альбома всё будет не так просто. Мы придумали очень много гениальных штук для того, чтобы... Для того, чтобы альбом получился таким, каким он получился. Вот, поэтому о всём, об этом вы узнаете уже совсем-совсем скоро. Сегодня заканчивается июнь уже почти скоро. И почти потом будет альбом. Я не хочу говорить дату, чтобы было интересно. Передаю привет Артёму Еремееву. Сейчас, секунду. Так. Чё ещё скажете? Я в шоке. Последний эфир, кажется, был в 2017. На концерт Элджи... Энджела... Энджела... А, блядь. Элджи... Энджела... Не, я, наверное, не... А, будто если только-только в Москве. Вот. Когда концерты... Короче, концерты будут осенью, пацаны. И не пацаны, это точно. Вопрос, когда остаётся до сих пор открытым. Потому что мы переносим даты из-за переносов альбома, короче. Вот. Только что на YouTube мне пришёл комментарий, типа, блядь, уже 11 месяцев, блядь. Несколько месяцев, 11 дней я жду, ёбаный, альбом, где альбом. Но я могу, короче, выложить... Вернее, мог бы выложить 5 демок в уёбищном качестве и сказать, блядь, держите альбом. Вы сказали бы... И вы сказали бы, блядь, Егор, как это непрофессионально. Вот. Поэтому тут уже нужно выбирать. А клип на «Хочу к тебе» уже был. Зачем ещё? Люди, которые не шарят в том, что вообще было на «Хочу к тебе» объясняю. Объясняю. Что то, что было, то, что было, это просто промо. Просто превью для того, чтобы в инсте не тупо фотка висела, а был какой-то видос. То есть контент, который интересно было бы смотреть. Вот. И... Ну вот, да. Это полноценный клип, у которого есть свой сюжет, который вообще абстрагирован от всего этого. Какие концерты будут в туре? Для белорусских пацанов могу сказать, что будет столица, столица Белоруссии. В Ростове концерт, не знаю. Информирую, а то мы сами додумаем за тебя, и будут негативы. Но я для этого почти там каждый день писал посты, посты. Потом началась сессия. Вот. И, короче, это было жёстко. И мне ещё осталось два экзамена. Но, тем не менее, я сегодня, я вам скажу по секрету, сегодня сдаю альбом на загрузку на площадке. Вот. И уже потом можно будет отсчитывать определённое количество дней, которые, в принципе, знают все ребята, которые отгружают свою музыку. Вот. Типа сколько минимум, сколько максимум. Вот. Альбом будет с ебейшей историей. Мы не сделали альбом с Дашей, вернее, мы сделали альбом с Дашей, вот объясняю. Но потом совместным решением, инициатива которого исходила от меня, мы разделили альбом напополам. Вот. И делаем так, чтобы... И делаем так, чтобы у Даши были некоторые совместные треки, которые изначально были в нашем совместном альбоме. Ну, вот эти вот. В её, короче, альбоме были. И другие два-три трека у меня на альбоме будет. То есть, я вам сразу так спойлерю, короче, что у неё тоже этим летом будет выходить альбом, на котором будут те треки, которые изначально были вот в нашем совместном. Как правило, на нетерпеливых нужно класть, считать только положительный коммент. Все ждут одинаково. Что с волосами? Покажи волосы. Всё нормально, с волосами. Не верьте, Андрея перекинуется. Просто я их только что помыл, и они мокрые. А эту парочку поставь, послушай. Привет, XXTT. Пидоры, которые пишут про XAубийцы. Все на сайте. В Уфу, вот, кстати, по поводу Уфы, типа, скорее всего, Уфа будет, потому что по... Я делал опрос в группе, типа, в каком городе ждёте концерт. И Уфы было достаточно много, и по этой причине мы думаем о том, чтобы сделать концерт там. То есть, в принципе, всё зависит от вашего желания. Потому что чем больше людей будут, допустим, писать по поводу, там, определённого города, то тем, соответственно, больше вероятность того, что можно будет туда приехать с концертом. И все вместе спеют песню. Всё соврал. Чебоксары. Красноярск, Челябинск. Вот Челябинск, возможно, Санкт-Петербург, точно. Армейка забирает тебя. Армейка не заберёт меня. Я негоден. Чего ещё вам интересного рассказать? На самом деле, сегодня, то есть, там будет из Даши, да, да, объясняю, короче, концепцию нового альбома, уже расскажу вам здесь. Вернее, не концепцию, а что касается 18-18, был написан полностью мной и Дашей, 50 на 50. Где-то инициатива треков выходила из меня, где-то из неё. Вот, потом мы пришли к тому, что, типа, бля, ну, я, вернее, пришёл к тому, что, типа, нужно сделать так, грубо говоря, чтобы она похайпила тоже, потому что, как бы, песню «Соврал» до сих пор все знают, как мою песню, хотя на самом деле без её вокала эта песня была бы не такой, какой она есть сейчас. Вот, поэтому я позвонил ей и сказал, что для того, чтобы она, грубо говоря, так прям грубо-грубо хайпанула с этого альбома и получила что-то своё, нужно, чтобы просто у неё был свой цельный альбом, на котором, на котором она просто добавит наши с ней фиты. Поэтому из пяти треков, которые должны были быть на альбоме 18-18, я отдал ей два трека, три забрал себе, вот, и дописал к ним ещё, ещё три или четыре, да. Ну, на самом деле, дописал к ним пять, но некоторые откинул, вот, вот так вот. Поэтому всё это делается исключительно для того, чтобы у обоих музыкантов было то, что они заслужили. Думаю, вот так. Она сначала меня, к сожалению, не поняла, но всё чётко, теперь всё чётко. Когда ещё тизер? Тизер? Тизеры больше никогда. Всё, уже совсем скоро выйдет клип, как, в принципе, на треке «Платье». Я, чтобы вы вспомнили, скажу, что выходил клип «Платье», вот, тизер, вернее, а через несколько дней выходил сам клип. Здесь будет такая же история, поэтому всё скоро будет. Какая из твоих песен тебе больше всего нравится? Кстати, скоро ещё выйдет одно интервью, на котором, ебать, лютые вопросы, прям, вот, тут некоторые вопросы задают, которые прям есть в интервью, и там я прям полно говорю о них, поэтому совсем скоро будет тоже вот интервью. Альбом выйдет, не скажу, когда, но перед альбомом ещё будет сингл с этого альбома, который просто разъебёт ваши головы, но это точно, вот. Потому что это одна из песен, которые, я считаю, что у неё прям есть будущее, есть прям перспективы. «Кто такая Даша?» Здесь кто-то спросил. «Даша, ментал эффекшн». Странно её не знать. «Егор Натс, что бы ты сказал перед Путиным?» «Что бы я сказал перед Путиным?» «Я бы сказал, блядь, даже не знаю, что я сказал бы, но я бы сказал спасибо, блядь, от души. Сука. Блядь, в июне выйдет альбом. В июне не выйдет альбом. Ой, блядь, не скажу, когда, короче, он выйдет. Не задавайте наводящий вопрос. Надеюсь, ты рэпский, друзья, рассказывай, как круто давать концерты в Самаре. Как круто давать концерты в Самаре. На самом деле мне ещё никто не рассказывает, как круто давать концерты в Самаре. Но я хочу почувствовать это сам. Но я открою тайну, что туровые города будут перед городами столичными. Ну, то есть перед столицами. Для того, чтобы сначала, ну, всё было понакатано. Не типа мы сначала делаем большой концерт, а потом просто издохши едем к вам в, как это сказать, в маленькие города. И там мы уже просто валяемся, ничего не делаем. Наоборот, чтобы с полноценной энергией быть во всех городах. И просто помолиться перед Москвой и Санкт-Петербургом, чтобы Бог дал больше сил. И типа я сказал, бля, братан, это последние концерты, дай мне сил. И всё. На альбом будет кто-то из КБС. На альбоме я не скажу, кто будет из КБС. В Новосибе классно давать концерты. Когда релиз песен? Я не успеваю читать ваши комментарии. Так ты с Пиро сейчас? Я не с Пиро сейчас. Я с Лёхой сейчас. Что ещё? Будешь делать мерч? Мерч тоже будет концертом. Это всё будет вообще очень-очень круто. Я сейчас немного заболел. И у меня очень жёстко болит горло. И ещё я ненавижу солнце. И оно сейчас прям светит, как вы можете увидеть. А, блин, когда я показал, оно перестало стыдить. Но нет, оно почти светит. И это очень жёстко. Вот. Это мой компуктер, на котором мы сейчас будем писать музло. Вернее, доделывать альбом, сдавать. Доделали обложку. Вчера получилась вообще охуенная обложка. Вот. Это очень-очень-очень круто. Изначально была обложка, которую мы показывали в видео. Но потом я просто подумал и решил, что... Вернее, и так получилось, что ко мне пришла идея, почему альбом называется «Убегу». Потому что вы узнаете об этом позже. Вот. И это всё будет круто. Потому что мы снимем специальный ролик, где я в течение минуты постараюсь красиво рассказать вам, почему альбом называется «Убегу». И этот ролик выйдет, скорее всего, скорее всего, он выйдет сразу через день после альбома. Вот. А до альбома будет очень интересная штука, в которой я бы хотел, чтобы вы поучаствовали и попробовали разгадать, разгадать всю концепцию альбома. И после альбома мы вот все вместе узнаем, какая же была на самом деле концепция. То есть, грубо говоря, я заряжаю вас, вы её отгадываете, нет. Выходит альбом, после альбома я рассказываю, какой же она была на самом деле. Это не какая-то мне, как это сказать, вот, не типа шарады или там головоломки. Это просто, ну, просто можно поразмышлять, подумать. Егорыч, здорово, это твои фанаты, парни, ждём концерт в СПБ. Ёпта, бля, ну, спасибо, парни, я тоже жду концерт. Пост сдал, пост принял. Я кита в индустрии. Кто-то мне пишет, игноришь меня в комментах транса. Это что концерт начался, не знаю, за что ли. Блядь. Что-то за прикол там пишет. Сложно ли писать песни, как начать? Спасибо, что не как у пира. Да, блядь, не за что, на самом деле. Я тоже так и знал, что кто-то, кто-то да скажет мне спасибо, что не ребусы с головоломками. Вот, новоси, будь, 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 новоси. Егор, я сегодня сдал АИНТ, поздравляю. Поздравляю. Сегодня, ой, вчера, да, у всех был последний экзамен, по-моему. У меня вчера была литература, да, короче, на ЕГЭ. А у меня вчера были процессы аппаратов. Такая хуйня вообще. Когда альбом выйдет в свет? Я вам покажу, что, блин, все, весь альбом готов. На альбом будет 7 или 8 треков. Все зависит от того, насколько раньше я сейчас закончу транс. Поэтому спустя... А, надо часы купить. Часов нет. Ну, короче, через пару минут я пойду заряжаться на то, чтобы доделать альбом. Он будет суперкрутым. Отвечаю, это будет вообще топ-топ-топ альбом, потому что он настолько разный, он писался очень долго. То есть мы дописали его с Дашей еще в феврале, в марте, прошу прощения. Да, нет, в феврале, в конце февраля альбом 18-18 был готов. Потом мы сняли тизер, ну, про этот ужастик, вот. Вернее, промо, промо, вот. Который раскрывал небольшую концепцию. А потом я просто... Мы решили его разделить. Начал писать еще треки, вот. По этой причине, именно по этой причине, он будет... Он получился таким разным по настроению, но тем не менее выдержан в одной концепции. Есть, конечно, трек, который я покажу синглом, но который немножко выливается из концепции. Вернее, так, он просто выливается из концепции. Почему пропал свой канал в Телеграме? Рассказываю про Телеграм последнее и ухожу делать наше общее дело. Вот. Что касаемо Телеграма, то я там говорил, что когда будет очень много дел и очень много... Очень мало времени, то я перестану сюда писать. И сложилось так, что это было там... конец семестра, мне нужно было очень много делать, потом снимать промо, переписывать песни, пересводить, записывать, короче, очень много всего, и я тупо не успевал. Вот. Тупо не успевал. И... Что-то телефон не заряжает. Не понял. Ой, помню, как с ней фоткался на концерте первого, он меня обманул. А-а-а. Вот. И, короче, и все так получилось, что не было времени совершенно. Все время были какие-то дела, даже мелкие. И время было просто уже, чтобы поспать. Я пытался еще как-то записывать голосовые, но удалял их, потому что они получались тупо неинтересными, очень-очень сомливыми. Вот. Поэтому я скажу, что летом, скорее всего, я удалю все, что там было до этого, до определенного момента. и мы заведем его для того, чтобы как-то стабилизировать и задавать друг другу иммунитет. Вот. Поэтому все будет. Если вы этого хотите, то будем думать, как это сделать так, чтобы и вам это было интересно, и мне это было не во вред. Да, что касаемо неизданных песен, я когда-нибудь вам об этом расскажу. Там был просто взрыв мозга и ломбежка всех задов мира по поводу неслитых песен. Почему в некоторых плейлистах людей слитые твои песни ВК, конечно, против этого мы все же. Я ебал в рот всех, кто сливает мои песни ВК. Все, всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok